Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзорный канал Деревенский Дневник. Очень многодетной мамы и канал Мать-Героиня. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и, конечно же, писать хорошие, добрые, веселые, интересные комментарии. Ну что, очередная статья Лёли под названием «Еще одна помощница родилась». Ну, согласитесь, название очень громкое. Конечно же, тут же все прильнули, как говорится, к экранам, дабы посмотреть, что же там случилось, а не родила ли Лёля раньше срока. Ну, а нет, друзья мои, все хорошо, все прекрасно. Лёля рассказывает о том, что происходит у нее в жизни. Мол, мы идем на поправку. Слава Богу и спасибо вам, мои дорогие подписчики, за ваши молитвы, за вашу поддержку и ваши переживания. Ну и, собственно, рассказывает она о том, что у телочки нога зажила, ну, стала заживать, вернее. Дети выздоровели, теперь, мол, и мне пора перестать хандрить и жаловаться. Надо же. А на своем последнем стриме Лёля рассказывала о том, что у нее, друзья мои, морщинки от того, что Лёля слишком часто улыбается и вообще очень довольна своей жизнью. А тут, оказывается, она хандрила. Хочется спросить, когда? Тогда, когда смеялась на прямых эфирах? Ну, видимо, да. Далее про Гришу. Гриша не сидит сложа руки. Гриша продолжил стройку коровника. Сегодня заказали арматуру для бетонного пола. Ну и дядя Саша, мол, старается, говорит Лёлька. Помогает по хозяйству и нянчится с дочкой Варей. В этот момент ниже, под этими же словами, Варя лежит на кровати, а рядом лежит Варина няня Саша. Да, 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 дочка Лёлина лежит рядом с Варей. Лёль, так кто нянчится с Вероникой, с Варей, да? Мне просто интересно. Какой Саша? Какой Саша? Дочка твоя, Саша, находится постоянно с Варей. Вот она с этой Варей и нянчится. Точно так же, как нянчилась в свое время и с Вероникой. Далее пишет про Варю, что Варя стала делать первые шажочки. Пока, мол, не уверена, но очень регулярно. Ну да, видели мы эти регулярные шажочки, когда ребенка засунут в коляску и она там сидит. Но, говорит, не успеваю никак заснять это на камеру. Буду, мол, охотиться за ней дальше. В общем, друзья мои, свежо предание довериться с трудом. Далее рассказывает про детский сад, опять начинает рассказывать про своих детей, про то, как они ходили в детский сад, про то, как все это дело было и так далее. И начинает переходить к тому, что, вот, знаете, в многодетных семьях чаще всего приходится рассчитывать не на старших, да, не на родственников, мол, а скорее на старших детей. А мне вот просто интересно. А как можно вообще в многодетной семье рассчитывать на родственников? Ну, на кого? Не стоит забывать, что у каждого родственника есть своя семья, свои обязательства, есть работа, тоже есть семьи, есть какие-то обязанности, обязательства и так далее. Но Лёля говорит, что в многодетных семьях чаще всего рассчитывают на старших детей. Это, говорит, конечно, все порицается и обсуждается, осуждается обществом, мол, кому рожали, и у детей детство отняли. Но, говорит, этим не удивишь ни одну многодетную семью. И Лёля пишет о том, что на самом деле ей безумно жалко старших детей, потому что им приходится выполнять обязанности мамы и папы по отношению к младшим, братьям и сестрам. Ну, а как иначе? Задается Лёля вопрос. Лёля, ты знаешь, вот на самом деле, да, можно понять семьи, где старшие дети действительно помогают родителям, но эти родители работают, работают с утра до вечера. А вот когда родители сидят дома, причём сидит мама, сидит дядя Саша, сидит вот этот вот муж новый, да, Гриша, и хочется спросить, а почему ваши старшие дети, твои старшие дети должны выполнять функции мамы и папы по отношению к вашим младшим детям, которых вы рожали для себя? Ну, согласитесь, ребят, можно было бы понять, если бы она уезжала на работу в 8 утра и приезжала бы в 8 или в 9 вечера домой, когда, знаете, ничего не успеть. Но в таком случае она же рожает, она же находит время на то, чтобы родить, выносить этого ребёнка, да? А кто будет им заниматься? Правильно? Лёля привыкла, занимаются её старшие дети. Правда, тут же в статье Лёля рассказывает о том, что, вы знаете, вот сейчас, когда, говорит, мы разговариваем со старшей дочкой Женечкой, Женечке ему уже 20 лет, Женечка недавно призналась, что она завидует моей малышне, в кавычках малышне, да, ведь им не приходится нянчить ещё более младших и много работать. Я, ребята, в шоке. И тут же пишет. Обязанности у 12-летней Сашеньки, у Дани, у Софии, у Насти, конечно, имеются, но только те, что им под силу и не отнимают у них много времени на отдых и игры, а скорее готовят их к взрослой жизни. Я называю это житейские навыки. О, как, друзья мои! Оказывается, я так понимаю, Лёля решила подготовить дочку Сашеньку, преподав ей курс молодого бойца. Такая, знаете, подготовочка конкретная, да, то есть Саше было сколько? 9 лет, когда родилась Вероника. Представляете, с 9 лет Саша, маленький 9-летний ребёнок, таскала на руках Веронику. Сейчас Саше 12, а она уже год как таскает Варю, то есть она таскала то одну, то другую, да. Мама рожает, видимо, для дочки Сашеньки. И в понимании для Лёли она готовит дочку таким образом для взрослой жизни. Лёль, зачем? Чтобы отбить навсегда охоту у ребёнка, потом вообще стать мамой? Потому что она уже этим наелась в твоей жизни, да, в твоей семье, тогда, когда ей надо было этим детством пользоваться, веселиться, общаться, дружить с ровесниками, со своими, да, с одноклассниками и так далее, проводить как-то весело время. Нет. Что мы видим? Саша без конца таскает кого-то из младших сестёр. Часто ли мы с вами видим, чтобы мама Лёля взяла на руки Варю? Я, вы знаете, вообще этого момента не видела. Лёля, как правило, спрашивает у детей, а проснулась ли Варя? То есть самой пойти посмотреть, проснулся ли её самый младший ребёнок, которому только-только исполнился год? Нет. Это не царское дело. Лёля, как правило. Когда говорят, да, почему ваши дети не заправляют постель? Она говорит, а зачем? Пусть они побудут детьми. То есть как интересно, друзья мои, да, как интересно расставлены приоритеты. Значит, убрать за собой чашку или заправить свою постель. Дети слишком маленькие для этого. А вот выполнять функции мамы и папы, начиная с 9-летнего возраста, это в понимании Лёли абсолютно нормально. Таскать достаточно тяжёлого ребёнка, да, девочки, которая ещё сама юная и худенькая, это тоже в понимании Лёли абсолютно нормально. В общем, Лёля пишет. Теперь мой девиз по жизни, что все дети, это в первую очередь дети, и только во вторую помощники. Представляете, да? Я вот всегда говорю, Лёля очень часто, друзья мои, говорит какие-то известные всем избитые фразы. Но сама, к сожалению, этим фразам, выражениям не следует, да. То есть я, говорит, планирую свой день, отвожу младших детей в детский садик, с младшей Варей пока помогает её родной папа, ну а старшие всё ещё на каникулах и наслаждаются свободой. Ну да, свободой, друзья мои. А каникул, по сути, эти дети даже не видели. Часто ли их куда-нибудь вывозили? Ну, если только раз в месяц, по завету, куда-нибудь в Джимандже. Ну, и на этом, собственно, всё. Ну да, ещё были в детском лагере дети, и всё. Оно и пишет. Мне в радость наблюдать, как дети друг о друге заботятся. Вечером мы с мужем всегда находим хотя бы 10 минут, чтобы обсудить с каждым ребёнком его день. Благодарим за помощь и за всё, что они делают для семьи. Слушайте, ну это вообще хохма. Хохма, представляете, с каждым она разговаривает по 10 минут. Лёль, когда? Когда у тебя стримы стали ещё дольше. Когда ты на стримах сидишь по 2,5 часа. Иногда каждый день в день бывает даже по 2 стрима. Когда ты успеваешь с ними пообщаться. Мы, говорит, рады наблюдать, как дети друг о друге заботятся. Так это твоя функция, мама. Это твоя обязанность материнская. Заботиться о детях. Родители должны заботиться о детях. А не более старшие дети заботятся о младших. Это ты так им прививаешь навыки житейские, как ты говоришь. А сама-то ты эти навыки случайно не забыла. А мне кажется, забыла уже давным-давно. Но, друзья мои, Лёля как раз-таки и живёт. Она лукавит. Она живёт по принципу, что я – это центр Вселенной. И все остальные должны крутиться вокруг меня, родной, любимой и единственной. Да? Да. Только Лёля. Лёля у нас кто? Правильно, чистой воды потребитель. Все-все должны выполнять, а Лёлькины всякие разные хотелки. И, в общем-то, всё понятно. Всё понятно. Молодец, Лёля. Продолжай рожать дальше и тешить себя мыслью, приправляя это вообще словами, которые к правде не имеют никакого отношения. О том, что мои дети счастливы, и они видят детство. А где детство у этих детей? Когда они ходят, слоняются по двору, не знают, куда себя деть? Когда у них нет друзей, им даже не с кем погулять, поиграть во дворе? Когда они тупо сидят дома и выполняют мамкины обязанности? Да. Офигенное детство. Да. Действительно, будет что вспомнить. Точно так же скажут через какое-то количество лет, как сказала Женя. Женя, старшая дочка Лёли, да, о том, что я жалею, что у нас никогда не было детства. Рассказывая это про себя, про Федю и про Лёшу. Я уверена, остальные дети скажут то же самое. Ребята, вот такой у меня получился обзор. Продолжение следует. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова